ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Инфинити отзывает в России почти 500 кроссоверов Fx35 и Fx45 выпущенных в 2006, 2007 и 2008 годах ВИН-коды опубликованы на сайте Росстандарта В качестве причины указывается возможное неправильное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира Она может разорваться, потому как была уложена недолжным образом Суть сервисной кампании заключается в бесплатной замене подушки ТРАССА 101 Новости об ОСАГО по сути дела сводятся к тому, что обязательная автостраховка подорожает Вот и на этот раз нам обещают резкий скачок цен от 30 до 50% Чем это обусловлено? Тем, что в рамках очередной реформы автогражданки планируется увеличить лимит выплат по жизни и здоровью в 4 раза до 2 миллионов рублей Плюс отказ от двух коэффициентов мощности регион Эх, была когда-то светлая мысль дать автомобилисту право выбора, какую страховку он хочет Обычную или с повышенным лимитом выплат Зачем же навязывать последний вариант? ТРАССА 101 Росстандарт утвердил и рекомендовал к использованию паспорт качества на бензин и дизельное топливо Этот документ на заправке может запросить любой клиент Из него можно узнать, где произведено горючее, кем поставлено, соответствует ли оно действующему в нашей стране экологическому стандарту Европять Причем паспортом снабжается каждая партия топлива Как говорят специалисты, в больших городах одна партия бензина распродается за несколько дней Так что если вам показывают бумагу, которая была оформлена несколько недель или несколько месяцев назад То это определенно липа Цены на бюджетные легковушки за последние 10 лет выросли в среднем в два раза А что в них изменилось за это время? Да по большому счету ничего Рекордсменом по росту цен, информирует агентство «Автостад», стала отечественная «Лады Гранта» В 2012 году она стоила минимум 230 тысяч рублей Сейчас минимум 520 тысяч Рост почти на 130 процентов Несмотря на это, «Грант» остается самым доступным и самым популярным новым легковым авто в России А в Елабуге началось серийное производство отечественных легковых авто премиум-класса «Аурус» Как сообщалось ранее, цены на эти машины стартуют с отметки в 18 миллионов рублей Один экземпляр – седан «Аурус Сенат» оснастили силовой установкой, работающей на водороде Подробной информации, в том числе технической, об этой люксовой колеснице нет На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания ТРАССА 101